Дом культуры поселка Вербилки, Талдамский городской округ. В зале юные жители поселка. На сцене люди, которые не понаслышке знают, что такое патриотизм. Знают и понимают, как важно сегодня говорить с детьми о любви к родине. На собственных примерах показывать, как проявляется эта любовь на деле. Выступление полковника Владимира Стелантьева, первого вице-президента ассоциации группы «Вымпел» дети слушали, затаив дыхание. Своё повествование он сопровождал фотографиями, не самыми приятными для просмотра, но правдивыми. Владимир Стелантьев принимал участие в освобождении школы в Беслане, был награждён Орденом Мужества. Рассказывал он о героях и не только о своих сослуживцах, но и о детях, которые тогда, несмотря на ужас всего происходящего, проявляли свой героизм. Вот смотрите, 8 лет, девчонки. Всего лишь 8 лет вот этому герою. Вот она лезет туда, там, где пули свистят, где раненые стонут, бессознание часть, где пожар начался. А она лезет туда, за мамой дедушкой. Такие встречи очень важны. Ну, кто их называет разговоры о главном, кто-то уроки мужества, они, конечно, нужны. Я всегда говорю, что то, что с нашей Россией будет лет через 15-20, вот зависит от тех ребят, которые сидели в этом зале. И все ветераны, которые у каждого свой опыт, свой жизненный, боевой опыт. Но мы, когда встречаемся с молодёжью, пытаемся погрузить их, чтобы они чуть-чуточку поставили, вот как сегодня про те тяжёлые события, но они и героические одновременно события. Чуть-чуть пытаемся поставить детей на то место их свистников в этой ситуации. Через портреты героев рассказ про терроризм, с которым воюет весь мир. Про нацизм, с которыми сегодня борются участники специальной военной операции. Прямо во время выступления Владимиру Силантьеву дети передали письма для бойцов. И это действие гостя не удивило. Да, мы передаём, очень много передаём. Ну, понятно, что все участвуют в этом, очень многие наверняка здесь в районе точно так же участвуют. А поэтому я всегда говорю, вот с детей это начинать. Подрастут, будут по-другому как-то помогать, и песни пить будут, и видео отправлять. Вот начинать вот с этих писем. Это важно? Очень важно. Я всегда говорю, на своём примере я могу говорить, что это для любого военнослужащего, будет это солдат, сержант, прапорщик, офицер. Вот такие письма очень важны. О важности таких детских писем не понаслышке знает Надежда, участник специальной военной операции. Зачастую детские письма становятся неким таким оберегом для ребят, по большому счёту. Среди почётных гостей встречи Владимир Вершинин – поэт, композитор, ветеран пограничной службы и участник боевых действий. Геннадий Суханов – учредитель Центра по международному поиску и увековечиванию памяти воинов-добровольцев «Наша Победа», координатор одноимённого историко-исследовательского движения. В зрительном зале – активисты военно-патриотического клуба «Вымпел Талдом» имени Сармата. Ещё до начала урока мужества они дали небольшой мастер-класс по сборке и разборке оружия. В целом познакомили гостей с той работой, которая проводится в их клубе в посёлке Запрутня. Надо сказать, что именно руководители военно-патриотического клуба «Вымпел Талдом» имени Сармата и стали инициаторами проведения такого урока мужества. «Мы несколько раз приезжали в Вербилковскую школу, где прямо на территории Вербилковской школы тоже проводили урока мужества. Поэтому в Павловичи мы выезжали, в Талдове тоже самое проводили, поэтому по всему Талдовскому округу». Важный итог урока мужества подвёл глава Талдовского округа Юрий Крупенин. «У нас сегодня не просто мероприятие, вы знаете, какое для галочки. Ведь патриотизм – это не просто какое-то слово, это действительно должно быть в душе. Потому что если не будет патриотизма, мы превратимся, знаете, в общество потребителей. Как у Гайдара был мальчиша-плохиш, который за бочку варенья и за пачку печенья продаст всех и всё. Будьте патриотами, не бойтесь трудностей, идите всегда вперёд и всегда делайте всё, чтобы наша великая страна, великая Россия процветала». Аплодисменты.